Это так странно! Сегодня я съеду твои вещи. Но странно. И я не съеду ничего. Просто папа. Это так странно! Я так голова. Ну, ты должен съесть бетербург, а не канди. Всем привет! Привет! Сегодня у нас детская тема, как вы уже поняли. И вот такие детки, которые страшно расстроились от того, что мы поели все их конфетки. Но у нас есть чем заменить их конфетки. Потому что мы хотим им предложить витаминки. Витаминки вместо конфеток. Пробиотики вместо конфеток. Младенькие и очень вкусные. Поэтому сегодня мы хотим вам рассказать именно о продукции для наших деток. Для поддержки нашего подрастающего поколения. С нами сегодня, если вы еще не поняли, кто в роли привидения. Ну, я просто привидение, да. Это наша Люба. Кандидат в других наук. Нервов против не смотреть, это называется. Да, вот. А у нее есть внук, поэтому она знает не понаслышке, для чего нужны деткам пробиотики. Здесь, наверное, из всех только я одна, у кого нету маленьких детей, но у меня есть собака. Засчитывается, Аня. Собака – это вообще ребенок, который никогда не вырастет. Ну, и Аня, конечно, у Ани тоже двое деток, которые, естественно, питаются вот этими продуктами вместо хэллоуинских конфеток. Ну, а Витя, вот сегодня тема нашего сегодняшнего вечера – «Меньше будешь в интернете, здоровее будут дети». Это актуально. Это актуально. Хотя сейчас и дети в интернете. Ну, сегодня экспериментов мы не проводим, хотя, в принципе, можно было показать… Такие пакости случаются. Так что ждем возвращения нашего малыша. Да, я на минуточку пропала, что-то у меня тут стало глючить немножко. Зависла, да. Но мы все еще в интернете. Мы еще все в интернете. Да, да. Да. Это у нас малыши Карлсон сегодня. Я малыш. А, все понятно. Это я не из той сказки сегодня. Ну, ладно. Мы пригласили тебя тоже на нашу крышу. Ясно. Что мы хотим сегодня вам рассказать? Это то, что у компании Детера есть потрясающий продукт. Я думаю, что если вы успели ознакомиться с сегодняшними постами, наверное, может быть, если не успели, то мы вам расскажем. Это так называемый продукт, но это для взрослых. И мы начнем с него. Он, значит, называется PB Assist. Значит, это пробиотики. Пробиотики эти особенные. Они отличаются от всего того, что вы можете найти в Health Store на других полках. Отличаются они тем, что они идут вот в таких двойных капсулах. Вот, если вы видите, здесь есть одна капсула в другой. Что это такое? Значит, это пробиотик, который находится внутри в пребиотике. И когда эта капсула попадает к нам в желудок, она проходит через пищеварительный процесс. И вот этот вот пробиотик, который находится во второй капсуле, он попадает к нам в кишечник. И в кишечнике он очень хорошо строит колонии наших добрых, дружественных бактерий, которые помогают нам перерабатывать пищу. Вот. Мы очень вам рекомендуем прочитать про наш пробиотик, чтобы мы сегодня долго вам не рассказывали. Но поверьте нам сейчас на слово, что это действительно уникальный продукт, который позволяет нам восстанавливать работу нашего кишечника и запускать туда нужные колонии, размножать колонии хороших бактерий. Вот. Я хочу передать слово Любе, чтобы она нам сказала, а зачем же деткам все-таки нужны пробиотики, витамины? И вот с точки зрения медицинского работника объясни, зачем это? Они же молодые, они же растущие организмы. Нужно ли это? Что они молодые и растущие? И очень часто их организмы еще не выросли достаточно, и флора, и все, они как цветочки хрупкие. Поэтому нужно обязательно питательная для них среда. А питательная среда что такое для детей? Витамины. Потому что то, что мы сейчас пьем и едим, это совсем не то, что пили и ели наши бабушки. Это абсолютно все с этим согласны. Даже непонятно, когда говорят, что вот экологически там чистая еда или там какой-то органик продукты. Извините меня, вы знаете, какой дождик прошел над этим полем органическим, который там его там холят, лелеют и стараются вырастить органические продукты? Я сама видела один раз в жизни, я видела настоящий кислотный дождь. Когда у нас было, как это, огородное хозяйство, это еще было в Москве, рядом с нами через Закольцевой был авиационный завод, на котором и работал мой муж. И у нас как раз вот был участок земли где-то две сотки, которые мы там охраняли, потому что иначе урожай можно было не собрать. И вот с прекрасным летним вечером на абсолютно синим-синим небе выросло такое вот, я бы сказала, коричневато-зеленоватое облако, и пошла какая-то изморозь. То есть я на своем лице эту изморозь просто ощущала. Я даже не поняла сначала, что случилось. До этого я просто слышала хлопок. Оказывается, этот завод, он там что-то там обрабатывает, перерабатывает, каким-то образом там тестирует эти ракетные двигатели. И вот иногда они выбрасывают в воздух вот остатки, какие-то кислотные остатки. И вот над нашим экологически чистым огородом шел кислотный дождь. Это было уже, может быть, лет 30 назад. Но это настолько запало мне в душу. И когда вот сейчас говорят органика, 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 а то, что там летает в облаках и то, что падает на нашу землю, это очень далеко от органики. Ну, я немножко отвлеклась, я хочу вернуться к тому, что все-таки мы недостаточно, может быть, получаем всего с нашей пищи. А наша флора, я уже вчера тоже рассказывала, насколько важна кишечная флора для нашего организма, потому что мы живем в симбиозе. Мы не можем жить без этой флоры, иначе у нас начнут расти, извините, в нашем кишечнике грибки, грибковые мицелии будут разрастаться. И тогда мы просто измучаемся от того, что мы будем постоянно... У нас то запоры, то заносы. Это будет очень плохо сказываться на нашем здоровье. А здоровье наших детей, оно же начинает... С чего начинаются хронические заболевания? Это с запущенными заболеваниями в детстве. То есть где-то что-то недолечили, где-то что-то пропустили. Вырастает человек, и начинается у него одна проблема, другая проблема. То есть это настолько поддержка хотя бы два раза в год, чтобы поддерживать свой организм в нормальном состоянии. Это вот минералы и витамины, это очень важно. А для детей это очень важно. Тем более, что они растут. Их как растущим клеткам, им нужно из чего-то строить все это. И чтобы построить все это правильно, чтобы не было там потом каких-то хромосомных нарушений или еще чего-то в последующих поколениях. Поэтому это все очень и очень важно. И очень важно, когда детишки болеют, им назначают здесь антибиотики. Я один раз вижу в случае, когда ребенок, двухлетний ребенок, у него большая зануза была в ладошке. Врач не удалил эту занузу. Он назначил ему антибиотики. Вы представляете, что будет с этим ребенком, если он будет постоянно принимать эти антибиотики? Здесь нет такого, как нас учили раньше, что после приема антибиотиков нужно обязательно восстанавливать кишечную флору и пить препараты, которые убивают вот эту вот грибковую флору в нашем кишечнике. Но это тоже антибиотик по сути своей. И поэтому, чтобы когда дети заболели, не дай бог, дай бог всем здоровья, и когда восстанавливать кишечную флору просто обязательно, пусть чисто профилактически, пусть у них все будет хорошо, но чтобы поддержать, не дать ей разрастись в патогенной флоре, плохой флоре. Пробиотик – это очень важно и взрослым, и детям. А детям это уже особенно. Я полностью согласна именно с этой точкой зрения насчет того, что наших детей, к сожалению, здесь, особенно в Северной Америке, постоянно лечат антибиотиками. То есть как не придешь к врачу и сразу же ушко заболело антибиотик, сопли потекли антибиотик. То есть что бы ни приключилось, у них, конечно, к сожалению, одно средство лечения – это антибиотик. Поэтому для детей компания «Дотерра» разработала отдельную серию с пробиотиками. Это так называемый PB Asif Junior. И чем он отличается от этого? Это то, что здесь просто такие пакетики. Это пакетик. Он сыпучий. То есть вы высыпаете это либо в водичку, либо в йогурт. Это как шипучка. Очень-очень вкусная. Вы знаете, я знаю, что многие даже взрослые принимают, покупают себе, потому что это вкусно. Это как такая сладенькая шипучка. Но если мы посмотрим на этот пробиотик с научной точки зрения, то чем он отличается от других? Вот даже при том, что вы растарили в водичке, все эти микроэлементы они энкапсулированы. Я не знаю, как по-русски правильно. Гранулированы. Энкапсулей. Да, гранулированы. Они заключены в капсулы. Они заключены в микрокапсулы, которые проходят и доходят туда, куда они должны дойти. То есть вот так вот туда. Потому что пробиотик, он не должен погибнуть в кислой в среде желудка. Там очень высокая концентрация соляной кислоты. Абсолютно. И важно, чтобы он транзитом прошел в желудок и раскрыл все свои короткие боли в кишечнике. Абсолютно. Вот именно, как раз вот именно таким образом созданы и детские пробиотики, и взрослые пробиотики Дотера, и поэтому они работают. Анечка, расскажи, как твои дети принимают это все? Да, у нас, да, вот, хочу показать. У нас и такое есть, и такое у нас есть, и, конечно, еще и омега-3, да. Вот. Что касается витаминок, у меня сын пока еще витаминки не хочет, потому что жевать, ну, он такой подозрительный. У меня оба ребенка пики. У нас постоянная борьба. Все из-под палки у нас естся вкусно. Ну, как полезно, да? Полезно, но не всегда вкусно. Да, да, это правда. Витаминки еще и смайлик там, да. Вот. Но дочка постарше, дочка ест, жует эти витаминки. Да. Кстати, и взрослым тоже можно, вот как Руфи, я вчера говорила, если кто-то не может глотать капсулу, то вы можете покупать жевательные детские витаминки, и благополучно себя чувствовать. Очень вкусные. Очень вкусные. Ты прям жуешь, и мне захотелось. Да, да. У меня вот тоже тебя вызывает. Но я хочу вот еще обратить внимание на вот этот омега-3 для деток. У меня дети его обожают. Хотя странно, да, это рыбий жир, в принципе, оно должно вонять, но он не воняет рыба вообще. Вот он, он пахнет, чуть-чуть там есть такое, как, ну, слышится немножко, что что-то такое фиш, но там есть Wild Orange Essential Oil, и он очень вкусненький. И у меня дети, я удивлялась, потому что у меня дети очень пики. И когда они сами просят, я прям так, да, ну хорошо, у меня в очереди становится. Если я кому-то одному даю, второй сразу ревнует, что почему мне не первому. вот. То есть это очень хорошо, тем более все жирные кислоты очень важны для детского организма, потому что это один из компонентов для мозгов, развивания, скажем так, клеток. Да. Вот. Что касается PB Assist, да, вот они у нас тоже такие есть, шипучки. У меня дочка любит все-таки разводить с водой, но я ей говорю, слушай, ну так вкусно, чего что-нибудь, но ей нравится больше с водичкой это пить. Оно такое немножко идет, как strawberry melon тут написано, но немножко такое кисленькое, очень приятно такое на вкус, хорошая вещь. Вот. И что я хочу сказать насчет пробиотиков. У нас, у моей старшей дочки была достаточно длительная проблема с пищеварением, потому что когда она еще была маленькая, у меня молоко пропало, и я ее посадила на формулу, потому что у меня не было выбора, и с этого как бы у нас начались проблемы. У нее постоянно были запоры, и я не могла как бы восстановить это все, ну это уже как, знаете, как накатывается вот такой вот шаг. Подтвержденьком, да. Да, потом она еще переболела у меня, у нее были зачатки пневмонии один раз, и мы тоже поехали в emergency, там, конечно, выписали антибиотики. Про пили никто нам ничего не сказал о том, что нужно пробиотики пить. Это только мы знали, что надо кефирчики, вот как, в принципе, наши люди знают, нужно хотя бы кефирчики. Но этого, видно, ей было недостаточно, и закончилось тем, что мы обращались к диетологу, потому что она, во-первых, не ест то, что нужно, запихнуть невозможно. То есть когда мне рассказывают, ой, да вы просто не знаете, как кормить ребенка, у меня два таких. То есть с одним и со вторым то же самое. Вот есть продукты, мамочки меня поймут только в опеке, но не рассказывайте нам, что вы не умеете, потому что мы пробовали все. Все, что мне диетолог говорил, мы все пробовали, но пока она уже не была в том сознании, что она понимала, что это надо, и мы с ней договаривались, то до этого момента мы в блендере взбивали супчики, потому что овощи у нас шли только так. Вот, все, что полезное. Ну, конечно, кашки, какие-то макарончики, сыр это идет на ура, но что полезного, как бы засунуть было невозможно. Поэтому для нас это был момент достаточно такой серьезный, как же поддерживать что-то же нужно полезное все-таки, да, для ребенка давать. И вот мы, я пробовала разные витамины до этого, и хорошие, и хваленые, и дорогие тоже были, но я не видела результата особо, если честно. С этим, особенно если вот в комплексе пить еще и пробиотики, у нас наладилось все, слава Богу, но я слежу, чтобы это было постоянно, пробиотики мы пьем. И что еще хотела сказать? Ой, что-то, а, не помню, уже забыла. Слушай, тебе нужно точно эти витамины, потому что в наших витаминах детских там содержится специальный бленд для, значит, так сказать, как это сказать, для мозгов. Раз, для мозгов, пора уже, да, уже старческая, что ли? Туда входит когнитивная смесь, в которую входит, значит, холин, фосфатил, окей, я не, извините, я, может, неправильно произнесу это, фосфатидилсирин и инозитол. В общем, для меня эти названия ничего не говорят, но это, насколько я знаю, это смесь именно для поддержания когнитивной функции. То есть это как раз вот для развивающегося детского организма это очень важно, когда у них действительно развитие идет и идет поддержка мозга. То есть вы можете посмотреть в посте про эти витамины, что именно туда входит. Это действительно замечательный сбалансированный бленд от того, что им нужно, от того, что нужно растущему организму. Да. И я, ну, когда у меня ребенок болел уже младший, я не могла ему так... То есть он жевать пока... Ему только три, и он, ну, жевать только по его собственной как бы инициативе он будет. Поэтому, когда он у меня болел, попал у меня в госпиталь, и мне надо было восстанавливать его как-то. И зная, что все-таки витамины ему нужны, я вот эти брала таблетки, я их просто в ступке разбивала и с водичкой размешивала и шприца добавила. Шприца он у меня их пил. Поэтому есть, да, варианты есть, если что. Придумываем. Или в йогурт можно подключить. Да, вот. Ну, у меня, я же говорю, что у меня маленьких детей нет, у меня есть собака. Вот. А собакам тоже необходимо давать омега. Так вот, оказывается, я... У нас есть замечательный ветеринар, который доктор Джанет Рорк, у нее есть веб-сайт, и я беру очень много информации полезной для животных с ее веб-сайта, как их поддерживать и, так сказать, поддерживать здоровье этих животных тоже. Вот. Поэтому есть рекомендации, что собакам тоже нужно давать омегу. Я как раз использую детские омега для того, чтобы давать своему вредному псу. Вот. То есть, если мне необходимо дать ему какое-то масло, я беру пустую капсулу. Вот у нас есть такие вот капсулы. Ой, так покажу, да. В баночках продаются это пустые капсулы. Я накапываю туда необходимые, допустим, эфирные масла, то, что ему нужно там для поддержания суставов, или же если это пищеварительные масла или что-то такое. И сверху я просто доливаю эту капсулу полностью вот этим детским омега. Прекрасно, замечательно. Все идет туда, входит. Так что это тоже можно делать. И я знаю, что вот Руфия, которая была вот с нами тоже на нашем эфире, она тоже рассказывала, что собака, она собаке дает этот детский омега. Поэтому собаки – это же наши дети. Ой, да. Надо когда своей купить. Это очень хорошая информация. Да, да. Вот видишь, то есть ты можешь давать. То есть внук приезжает в гости, даешь внуку, внук уезжает, продолжаешь давать. Я ему даю всегда с собой, если что-то там, он уже такой достаточно взрослый, серьезный, то есть если я скажу, что нужно принимать, он будет принимать. Да. Вот. И поэтому подумайте о том, что для вас важно, что важно для ваших детишек, и что за продукцию вы даете. То есть когда вы идете в магазин и хотите купить им какие-то витамины, смотрите, как говорится, на состав, обращайте внимание, смотрите на технологию производства этой продукции. Вот. Мы гарантируем, скажем так, компания «Дотера» гарантирует, что действительно это продукция, которая будет работать, и вы почувствуете результат, в общем-то, если не моментально, то по крайней мере в течение какого-то времени. Вот. И что мы еще хотели? Мы еще хотели рассказать сегодня в двух словах буквально о пищеварительной смеси Digest Zen. Вот. Вы потом поймете, почему. Потому что, ну, как бы весь наш ивент, он немножко посвящен такой вот пищеварительной теме. То есть мы вам рассказываем про энзимы, про пробиотики, витамины, поддержку систем. И Digest Zen – это та смесь масел, которую Дотера выпустила специально для того, чтобы поддерживать работу нашей пищеварительной системы. И вот интересно, что перед эфиром Аня задала вопрос, а в чем различие между пищеварительными энзимами теразаим и, значит, вот этой смесью масел? Люба, а ты нам правильно ответила. Ну, хорошо. Я повторю это для всех тоже, чтобы… В чем разница? Потому что пищеварительные энзимы, они просто помогают переваривать пищу. И они реально… Это ферменты. Размевают. Да. Ну, то есть они… Идет процесс переваривания. А эта смесь масел, она работает немножко по-другому. Она не может работать как энзимы, потому что масла – это и есть масла. Это те масла, которые, во-первых, снимают, если есть какое-то воспаление, потому что многие страдают там такими какими-то вялотекущими гастритами, энтеритами, колитами. Бывает какой-то… Бывает иногда есть такой синдром раздраженного кишечника, очень тяжелые заболевания. Это генетически иногда обусловленное заболевание. Люди страдают от этого. Эти масла, они, проходя вот через наш желудочно-кишечный тракт, они успокаивают, снимают воспаление, снимают спазм. А спазм почему плохо? Потому что спазмированные мышцы, они перекрывают сосуды. Не идет нормальная трофика питания даже нашего кишечника, самого кишечника, который за счет притекающей крови и кислорода и клетки должны работать тоже как-то. А если есть спазм, то, значит, часть участков какого-то кишечника, он выпадает из работы. А эти масла, они снимают этот спазм, притекает кровушка, что называется, начинает все спокойно функционировать. И идет обратное всасывание правильное. То есть наша пища, которая переварилась и все, что должно попасть к нам в кровь, все полезное из пищи, что должно получить организм, организм спокойно получает. То есть эти масла, это, ну как, это как два, как две параллельных, которые все равно идут в одну сторону. То есть они одно поддерживает другое. То есть и то, и другое хорошо, и это работает и в месте, и по отдельности. Да, абсолютно. Я напомню, что вот в эту пищеварительную смесь входят масла перечной мяты, имбиря, тмина, кориандра, тарагона и феннелла. Мят-феннел, да. То есть это как раз все такие масла, которые именно очень хорошо способствуют нашему пищеварению и поддерживают. То есть они снимают и тяжесть в желудке, и снимают какие-то ощущения, такие как изжога, вот такие неприятные симптомы. Вот, поэтому и выпускается, именно эта масса выпускается у нас в трех видах, между прочим. То есть оно идет в виде масла, в виде капсул, и третий, у меня, к сожалению, оно стоит у родителей внизу, потому что оно выпускается тоже в виде таблеток, жевательных таблеток. Вот как раз именно я даю своим пожилым родителям, потому что им трудно накапывать масло, они разгрызают. Оно еще и идет в этих таблетках кальций, поэтому эта поддержка тоже и костей очень хорошо для, в общем-то, ну, я бы так сказала, для пожилых людей, по-моему, это вот очень замечательное решение. Потому что обычно, извини, я просто забыла добавить, что еще ко всему прочему эти масла, они снижают вздутие кишечника, вот не дают сомбираться и образовываться этим газом. У пожилых людей очень часто это бывает, и они страдают от вздутия животных. Так что вот такой вот сегодняшний у нас детский эфир немножечко от детей к старикам и к собакам. Мы рассказали обо всем. Малыши Карлсон и Маус сегодня вас развлекали. Поэтому всем хорошего вечера, всем хорошего пищеварения. Потому что в здоровом теле здоровый дух. И у нас тогда настроение будет хорошее. Почему мы рассказали еще, просто немножко закончу. Ведь скоро праздники, всем хочется чего-то побольше, там, вкусненького съесть, всем хочется чего-то. Вот как раз вот это все и вам и поможет. И переварить, усвоить, и чтобы все пошло на пользу и на здоровье. Да. Это правда. Всем здоровья, будьте здоровы. Будьте здоровы. И чтобы дети были здоровы. И чтобы дети были здоровы. И старики тоже. Да. Ну, и мы будем стариками. Я надеюсь. Всем пока-пока. Пока-пока.